Здравствуйте! В эфире ЮТВ телепроект «Один из нас». И мы находимся в гримёрке Александра Ивановича Попыкина, заслуженного артиста России и старейшего актёра драматического театра Оренбурга. Здравствуйте! Добрый день, Илья. Правда ли, Александр Иванович, что такая комната становится буквально вторым домом для актёра? Да, это как... так и есть именно вторым домом. Мало того, что здесь, когда у артистов рождаются дети, тут и дети ещё играют. Так что это, несомненно, второй дом. Иногда вот заглянули бы к нам вечером на какой-то спектакль многосемейный. У нас там внизу такой просто, как говорится, ребятишки вот такого возраста. Они там играют, шумят. Ну, правда, просят их не мешать, закрывают их. Так что это действительно, наверное, второй дом. Сегодня уделите эту комнату с кем-нибудь? Ну, вот здесь у меня Володя Бухаров, заслуженный артист. У него тоже недавно был бенефис. Ему 70, правда, исполнилось. Ещё молодой человек, по сравнению со мной. Я вот до недавнего времени был всего один, все лет 7. Но так как мы каждый год принимаем студентов, но они заканчивают, молодые. Приходится стесниться. Да, им нужно, как говорится, тоже вот такие гримировальные столики. А всё-таки театр не резиновый. Естественно, приходится уплотняться. Какие у вас здесь удобства есть? Все. Абсолютно. Вот душевая. Вот там санузел. Так что всё нормально. А вот там за дверью холодильник стоит, а там вон микроволновка стоит. Сколько вы часов можете проводить в театре, в том числе и здесь? Ой, ой. Я-то, вы знаете, мне это проще. Я живу раз-два шага и дома. А вот Володя Бухаров, к сожалению, и многие молодые артисты живут очень далеко. Как это? Степной посёлок он называется? В мёртвом городе. Ну, в мёртвом городе. И вот туда иногда, между репетицией бывают длинные, продлённые, с 10 до 2, до 3, а в 5.30 уже надо появиться в театре в обязательном порядке, на спектакле. И они вот диванчиком, где они могут отдохнуть. И вот Володя, часто он живёт вот там далеко, он часто вот здесь, вот я прихожу, а он уже. А он уже, вот это его подушечка вот здесь. Так что время, вот вам второй дом. У вас здесь награды размещены на стене, да? Какие самые для вас знаковые? Мой иконостас. Тут есть и от губернаторов всех, он даже губернатор Берг, который меня шампанским угощает. По случаю награждения меня от Путина, он вручал мне Орден Дружбы Народов. Вот мы за это там шампанское пьём с ним вместе. Вот. Ну, и это все, так сказать, мол, от министров. Ну, в общем, я же прожил жизнь Лера Длинную. Если бы всё вывесить, что я получал, это... Тут ни одной стены бы не хватило. Александр Иванович, давайте вернёмся к вашей актёрской деятельности. Вот за многие годы на сцене, там более трёхсот ролей, да, и крестьян играли, и королей. Вот для вас ближе к какой, наверное, какая роль, может быть, стала переломной, знаковой? Переломной? Лерочка, дело в том, что для артистов каждая роль переломная. Из нашей плоти, из нашей сути появляются эти роли, из нашей крови, из нашей крови. Мы в данном случае тратим на это, на создание этого образа. Поэтому они все у меня роли все кровные. Ну, по подам разделились. Там заговори, там, 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 там. Я, Кося, 30 лет, я с тобой живу и 30 лет свяжу. Не гони ко мне. Ну, ты радуешь, как из пулемёта. Ира, ты мне слабо не даёшь вымолвить. А ну-ка, дыхни на ангела. Фух, 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 опять горинка. Да где ж ты, Ира, ты её берёшь? А ну, подними руки. А я ж ты, ангел, чё ж ты живёшь с нами? Живи уж на небе, там тебе твоё место. Живи на небе. Ты меня, Ира, ты уже наполовину сурую землю загнал. Запусться, ты знаешь, я наполовину ничего не делаю. Иди ты. И в буквальном смысле, в буквальном смысле кровной. Вот простой пример. Ну, когда-то в 75-м году, к 30-летию Победы, мы ставили спектакль «Русские люди». Режиссёр был Нальвиш Иванович Кумаш, хороший режиссёр. И мы повторяли этот «Русские люди», когда я уже играл более сложную роль. А тогда я играл раненого солдата, который вползал во двор матери главного героя, «Русские люди», Симонова, Сафонова. И он ничего не успевал сказать. Ничего не успевал сказать. Он только... А встречали его там две женщины. Одна пожилая Марфа Петровна, вот мать Сафонова, и Валя Анощенко-разведчица, которая под видом простой девушки послана была в город связаться с подпольщиками. Ну, сюжет такой. А играли две замечательные актрисы. Одна пожилая Зиной Петровна Волоновская «Царствие небесное», а другую молодую, вот эту Валю Анощенко-разведчица, играла Лена Могильницкая, впоследствии ставшая моей супругой, с которой мы прожили теперь вот 55 лет, однако. Лера, это тебе, как молодой говорю, позавидуй. Они встречали меня, и я что-то пытался им сказать, а у меня слов в роли совсем не было. Абсолютно. Я только... И умирал на руках у этих двух прекрасных женщин. А выползал я с мыслью о своем отце, который в 44-м году, будучи связистом, будучи награждённым медалью за отвагу в самые горячие, самые страшные дни под Москвой, медалью за отвагу награждённой, он прошёл всю войну и в Латвии погиб. И я представляю себе, что он, вероятно, как тот самый герой рассказа Валентина Катаева о связисти, там, когда он ползёт-ползёт, нужно срастить провод, а остаётся всего-ничего, тут свистят пули, всё уже над ним, и он уже ранен, и смертельно... И связь восстановлена. И потом его находят мёртво. Вот у меня образ отца моего, он связистом был. Думаю, наверное, и вот так вот умирал отец. Поэтому вы говорите, какая роль? Да вот эта роль. И все ролики, в которые я вплеснул, оживил их своей кровью, своим темпераментом, своей энергией, своим пониманием жизни, своим пониманием всего, что творится в мире. Вообще судьба нелёгкая, вот пережить войну, да? Ушёл отец на фронт, когда вам было 6 лет. Как вы пережили войну? Видели ли вы? Сталкивались ли лицом к лицу? Вот, Лера, вот ты знаешь, какая штука? Вот сейчас все рисуют какие-то страшности, ужасы какие-то, всё это. Понимаешь, это всё, скажем, есть было нечего. Собирали денежник, денежник, вот трава такая, денежник. И оттуда суп из этих, вот, варили из этих, вот, подорожник, там что-то тоже, что-то толкли, что-то такое там. Вот я помню эти просоружки, вот эти вот ручные мельницы, закладывали зерно, там её налоли. Это всё затеруха какая-то, затеруха, ничем не заправленная. Молоко, у нас была корова с синей, мы всё время молоко, потому что всё сдавалось. И сметаны, масло 10 килограмм с коровы, налоги были такие. И всё на войну, на фронт, естественно. И голод был страшный. Но это всё не воспринималось нами, мною, пить шестилетним, семи, восьми, девяти, десятилетним. Не воспринималось страшно. Это было всё равно ребячество. Само собой разумеющееся, да? Само собой разумеющееся. Мало того, должен тебе поделиться, даже когда в 44-м году получили мы повестку о том, «Мать, ваш муж погиб смертью храбрых в Латвии, там, в Аракляно». Потом я был на этом кладбище, на могиле. Вот. И когда вся изба набитая бабами, народом, вой. А я, мы что-то прибежали, и там висела мандолина. А я страшно хотел научиться играть на мандолине. Я взял мандолину, они там плачут, а я чего-то наивно. Потом меня, ты чё, дурак, у тебя отца убили. Вот тогда начало потом приходить осознание. Вот это, братцы, ужаса. Но я помню войну всю. Я помню, мы как провожали отца. Я помню эту зелёную баклажку, когда он был бригадиром тракторной бригады и направлен был на курсы председателей колхоза. Весь курс сняли, сразу одели солдатские мандиры. И там был такой полигон, там их обучали. И мы приехали, матери дали лошадь, и мы поехали 50 километров проститься с ним. Он должен отправляться на фронт. В битве под Москвой он получил медаль за отвагу. И мы приехали прощаться. И я помню, до сих пор помню, для сельского жителя вдруг я услышал звук радио. Что такое? Что такое? Мы остановились у родственников. Потом повели нас к этому полигону проволокой колючей, обтянутой. И они там бегают с лопатами, с винтовками, траншеей роют, чего-то такое. Ну, учебный. Курс молодого у вас бойца, видимо, проходит. И отец подбежал к нам, а мать Варвара Миронна, Царство Небесное, всем, она, значит, пить захотела. Отец, я помню, побежал куда-то к какому-то столбику чугунному, такой чугунный такой столбик. И там нажал что-то, и вот в баклажку зеленую, и тут вода. Думаю, как же из этого столбика вода идет, у нас же колодцы, колодцы, а только из этого столбика вода. И эту зеленую баклажку холоднющей воды принес. Я помню до сих пор эту зеленую баклажку, у меня до сих пор вот в шкафу лежат баклажки эти. Многие актеры вот рассказывают, что иногда приходится на сцене импровизировать, что-то идет не по сценарию, не по плану. У вас бывали такие моменты? Такие моменты у меня, ну, они, это, конечно, исключение из правил в данном случае. Но приходится, конечно, естественно, подстраиваться, естественно, импровизировать. Ну, как, ну, вот, например, вот сейчас только что заговорили мы, у нас был такой спектакль «Изобретательный влюбленный». Вот, там у нас были два артиста на этой роли, главного героя. Оренбургский зритель, наверное, помнит Олега Бажанова и Литвинова. А получилось так, что наш руководитель очень спортивный человек, и в спортзал водил, полтрупа туда за собой водил. Ну, и в футбол, и вот этому Лёше Литвинову, второму исполнителю, во время игры сломали ногу. Сломали ногу. А вечером спектакль. Сломали ногу, а назначен был Бажанов, поэтому Олег-то был, как бы, свободен, и поэтому, ну, как бы, всё исчез там, где-то на датчиках у друзей пропал в нитях. А Лёша Литвинов со сломанной ногой обыскались Олега Бажанова, не нашли его, звонили во все колокола и всё вроде, не нашли. И Лёше Литвинову пришлось играть самому, а у него, положи, всё здесь, ну, полностью ногу сломал, не просто, так сказать, открытый перелом. И тогда этого Лёша Литвина посадили в инвалидное кресло, и его главного героя, влюблённого в эту хитроумную влюблённую, но у него главная роль, весь спектакль возили его в инвалидной коляске. И, понятное дело, тут и вон там сзади слуга, а у него слуга был, это правда, действительно. И тот его таскал туда-сюда, туда-сюда, за кулисы, появлялся опять, и он это всё пламенно, живо рассказывал ей. Вот я там, а там был у нас такой пропел, она там на вершине стояла, он ей объяснял всё в любви, ну, это... Вот, пожалуйста, и отыграли, ну, то есть, я говорю, я даже потом написал статью «Экзамен на зрелость». Молодые артисты сыграли вот так, и это было гениально. Самое смешное, что потом, когда я спрашивал, а как зрители, вы смотрите, зрители, как... Да это так, им показалось, что это так и надо, что это так и было, оказывается, в Испании. Не поняли, почему он в инвалидном кресле. Весь спектакль. Спектакль два с половиной часа. Умеют подстраиваться. Это самый высший пилотаж импровизации. Вам приходилось подстраиваться? Ну, сейчас приходилось. Приходилось. Мы были на гастролях в Ташкенте, это... у нас был спектакль «В ночь лунного затмения». Это «Мустая Кариба», пьеса замечательная на русском языке. И когда мы привезли его в Ташкент, этот спектакль, узбеки все ждали именно этого спектакля. Потому что это вроде как бы о их нации, они, ну, об их, так сказать, восточных людях. Любовь Акикета и Зубаржат. Зубаржат тут играла Лена моя, Акикета там играла. А я играл юродивого, дивану, незаконно рожденного сына, там, Кобяке, незаконно рожденного сына. И вот жара в Ташкенте, июль месяц, гастроли. Нас пригласили утром на какую-то фабрику. Там пирожные пекли и все прочее, но там пирожные было еще принесли нам Красную Кровавую Мэри. Ну, у кого были спектакли, они, конечно, позволили себе. У меня там дивана, это, кстати, одна из главных ролей. Я потом за нее был удостоен государственной премии. Я поэтому, конечно, нет, нет, нет. Ну, стаканчик? Никой. Нет? Никогда? Жара была, правда, никогда, нет, перед спектаклем никак. А Паша, он был немножко слабоват, он взял и позволил. И спектакль, начинаем, смотрю, он сидит, а гримуборная там, вот длинные такие столы, я пришел, а он уже сидит там, говорит, ну, я только посмотрю, что-то он какой-то вялый. А он перед этим, оказывается, еще зашел, еще в буфете, еще с сухим вином, еще добавил. И все. И вот подходит наша сцена. Я там, меня это, танкобяке, мать угощает. Шафак, накорми дивану, дай ему из котла. Мне вынимали из котла кость, я эту кость грыз. Он говорил, да, нет, не наелся, только нализался. Пусть догорызет лохматый. Ш-ш-ш, и бросал кость собачке за спину. А там должен появляться дервиш в исполнении Павла Георгиевича Чикова. Да. Он появляется в данном случае, и идет дальше такой текст. Стихи пьесы в стихах. Я не наелся, только нализался. Пусть догорызет лохматый. Ш-ш-ш, и оттуда сдал за реплика его. Кто ж в странника каменьями кидает? У меня текст такой. Обглядывайте, говорю, взгляни получше гость. Не камень то, а кость. Я не дожрыз ее. Вот такой текст. Ну, вы поняли, что оттуда спустился уже. Я говорю, не наелся, только нализал, спустил лохматый и молчание. Никто не отвечает. Ну, что ж такое? И вдруг текст такой. Ты, ш-ш-ш-ш, кирпичами кидай ищи. Уже текст, уже не стихи. Я говорю, взгляни получше гости. Это не камень, это не кирпич, а кость. Я уже начинаю импровизировать, подстраиваться. Вот как ты меня спрашиваешь. Подстраиваться начинаю. Не камень, а кость. А я смешливый, не могу. И я уполз. Там пантус такой. Я так уполз. Я сейчас... Ты Бэйбисе пришел? Я позову Бэйбисе. И убегаю. И у меня, слава богу, я убегаю. Потом выходит Бэйбисе. Это на Кобяке. И двадцатиминутная сцена должна идти. И он, как Олег Кашевой на допросе у немцев, ни слова не сказал. А хотя бы... Там дуэт. Текст построен, стихи. Ты хотел сказать вот это? Так я тебе скажу вот это. Да и вот это, это, это. Да и вот... Ах, ты сказал, хотел сказать вот это. Самое смешное, что на этот раз на другой день обсуждение в УСТО, в узбекском театральном обществе. Критики, журналисты набежали. Все министерства, они пришли. Все там, ЦК, там, узбекисты. Все сидели в первых рядах. Начинается обсуждение. Прекрасный спектакль. Поставлен великолепно Рина Федоровна Щегловой. Чудный, замечательный. Артисты великолепны. Конечно, у вас, мы поняли, артист один был болен. Болен, но спектакль такой. Вот такая, Лера, а ты говоришь, какие истории бывают? К слову, каждый актер вкладывает в роли, да, свою личность, свой опыт. Несомненно. И роль, отличающаяся. Обязательно, Лера. Он не творит из воздуха, он творит из своей практики, своего внутреннего багажника. То есть разные составы одного спектакля покажут, на сути, разные характеры, возможно. Конечно, конечно. Вот, к слову, на бенефис, да, скоро будет, состоится ваш бенефис? Ну да, земля Ельза, я буду играть. Возьмем, да и пожелимся. Вот где лофта. Это как? Не как? В ЗАГСе. Платье? А вы хотите, Калышову? У нас там, да, тоже два состава. И Эльза в одном составе заслуженная артистка Величко и Юрия, заслуженная артистка Юра Труба. Вот, Кригорода ее за моей стеной. Вот. А я играю заслуженной артисткой Зиной Карпович. Но 26 марта выпало... Это так выпало именно на этот спектакль или неспроста его выбрали? Нет, нет, это выбрано было специально. Когда меня спросили главный режиссер, Александр Ильич, когда вы хотели, Ревка Твойкирович, когда? Я родился 4 января. А 4 января у нас тут такой, в общем, кони, люди и тысячи орудий, как говорят, смешались все, как у Лярмонтова. У нас сказки детские, по три сказки в день, да вечерний спектакль. Какой тут бенефис? Поэтому, когда попроще? И потом январь очень трудно, напряженный месяц. Когда спросили, когда вам, когда вы хотели, я говорю, давайте вот это сделаем в марте. Дело в том, что у моей жены 24 марта день рождения. Ей исполняется 80 лет. Елена Федоровна Гильницкая. Она 45 лет, вот она здесь сидит у меня в гримоборной. Отработала она в театре, 45 лет в нашем театре. Мы вместе с ней учились в школе-студии МХАТ. Сидели за одной партой. И потом, как видите, все переросло, вот видите, вот в полнейшее безобразие. Александр Иванович, вы пришли в театр 60 лет назад. Вас называют старейшим актером Оренбургского драмтеатра. А каким был театр, когда вы пришли сюда в 25-летнем возрасте? Вот как ни удивительно, Вера, я с театром познакомился еще ранее. У меня первое образование техник, гидротехник, строительный малый ГЭС. Я закончил его в Саратовской области, маленький городок Пугачев. Там был техникум, город Пугачев, а техникум имени Василия Ивановича Чапаева. Вот там я получил образование техники, строителя малых гидроэлектростанций. И был, ну, всех направили на стройки, а меня почему-то выделили. Ну, я всегда учился хорошо, у меня все дипломы красные, кстати. Я не хвастаюсь просто как в порядке, чтобы вы знали, с кем вы тут сидите. Вот. И меня, наверное, распределили из Пугачева в Саратовский проектный институт, Гипросельэлектро. И вот меня, будучи, мне еще не исполнилось 18 лет тогда, поэтому меня не взяли в армию, я потом служил на флоте, правда. Вот. А я еще год успел поработать. Не успел только я поступить в августе в этот проектный институт в Саратове, как меня направили в командировку рабочую. Для определения под снос села, так как он подлежал затоплению. Куда бы ты думала, Лера? В Сорочинск? Нет, в Сорокташ. В Сорокташ. В Сорокташ. И вот мы вдвоем с инженером. Мне 18, а инженеру 28 лет. Он, правда, немножко такой косоглазый был. Вот, что хороший парень. И нам дали поручение. Вы будете проезжать Чкалов, областной города. Зайдите там, передайте чертежи в Гипроселеэлектро на улице Пролетарской, дом номер, по-моему, 18. И мы эти чертежи должны передать, а потом на поезде уже дачном отправиться в Сорокташ. У нас был небольшой перерыв, там часа 2-3, наверное. И вот мы вышли на площади. Верблюда стоят. Эти самые лошади, телеги такие, значит, автобусов. Всего какой-то один синий драненький автобус ходит в городе. Вот какой город, который я застал. Это был конец сентября 1954 года. Вот когда я познакомился с театром. Каким образом? Мы пошли с вокзала. В автобус не попасть. Ребята, Пролетарская, это вы, молодые, дойдете. Идите вот сюда. Вот 4 квартала пройдете, и там будет Пролетарская. Прямо сразу от вокзала. Мы прошли 4 квартала, никакой Пролетарской там нет. Бабушка какая-то идет. Это, ребята, вот еще 4 квартала пройдете, и там будет Пролетарская. Мы прошли опять 4 квартала. Потом старик бабай какой-то есть телегу тащит с сеном. Дедушка, как нам пройдете? Эти ребята еще 4 квартала пройдете вот так вот, и повернете, будет Пролетарская. Ну, мы прошли Пролетарская, действительно. И оттуда, из конца Пролетарской мы пехом пришли сюда. Это угол Пушкина, Пушкинская и Пролетарская. Вот этот тут рядышком дом был, где бы располагалась эта контора Гипроселелектора. Мы отдали чертежи. Из Пролетарской прошли буквально 20 шагов, завернули на Пушкинскую. И я увидел колонны. Вот эти наши 8 знаменитых колонн. Массивные колонны и театр. А я уже тогда везде, вот с таких лет, в самодеятельности участвовал. И уже в Саратове я уже в Доме офицеров, будучи работой в проектном институте, выступал уже в нем и играл уже там роли замечательные. Я уже тогда полюбил театр. В оперном театре был тогда впервые для меня сельского парига. Увидите всех настоящих артистов. И вот я... Вы зашли, мы повернули колонны. Я завис и остановился около афиши. Афиша называлась «Премьера спектакля «Любовь Ани Березка». Но мне 18 лет, а тут «Любовь», а тут «Ани». Да фамилия какая? «Березка». Фантазия разыгралась. Думаю, кто же это Аня? Как она выглядит? Вы попали на спектакль? Да нет, у нас же был 2 часа перерыв. Нам надо было на даче. Я поэтому вот как раз меня перебил в этом смысле инженер. Это Виктор. Слушай, кончай разглядывать. Пошли, боже, опоздаем на поезд. Там же в Сороктаж ехать. Ну и я так, к сожалению, поглядел. Вот, бля, как я увидел... В фоне других... Увидел этот аренду. Вот первый театр, который. Александр Иванович, а как вы в педагогику пришли? Вы же долгие годы, да, уже преподавали и в нынешнем институте искусства имени Ростроповича. Ты знаешь, наверное, я педагогом стал, наверное, в 14 лет. Дело в том, что когда я поступил в техникум, на техническое образование. Техник, гидротехник, строительный малый ГЭС, вот, в Пугачеве. И вот там одно отделение было, всего 24 человека. Готовили вот таких техников, прорабов. Ну, я так как все время самодеятельностью занимался. В школе чего-то такое, семилетки. И тут какой-то готовился праздник. А там ничего не могут в этом смысле ребятишки-то. Ну, понятное дело. А я как-то вроде бы... Я начал ими руководить, уже так, кстати, в там... Потом 4 года учился, поэтому я все где-то режиссировал, что-то с ними там, что-то такое делал. Мало того, играл сам в народном театре. Мало того, когда меня увидели... Я впервые увидел свою фамилию в 15 лет, когда я в народном театре сыграл председателя горосполкома Береста в Платоне Кречете Корничука. И в газете было написано. Но одной из самых замечательных ролей сыграл А. Попыкин. Это я в 15 лет... Но это все равно никак меня не подвигло в театр. И когда меня в 16 лет... Я еще был уже на третьем курсе. А там городской маленький городской театр. Вот как наш Бугурусланский. Такой. И город такой похож на Бугуруслан. Вот меня тут... А там молодых артистов не было. Они увидели меня и... Идем к нам в театр. Не, какой театр? Я даже не знаю, что такое театр. У меня профессия ГЭС. Производственная практика у меня на 3 месяца. На настоящий ГЭС. Настоящие там, значит, самые... Все. Вот так вот оно вроде бы по одному, да, пути идете. А лейтмотивом всегда театр был рядом. Да, вот он все время был рядом. Я никогда не мечтал быть артистом. Я даже не знал, что такое. Как это быть в театре? У меня вот какая тут... А тогда гидротехника, это была все равно, что космонавтика. Через 10 лет Гагарин полетел. А тогда стройка Волжская ГЭС, Ангарская ГЭС, Енисейская ГЭС. Все строительство было, вся страна. Понимаете? А почему вот вы, имея потом уже образование, да, специальное, профильное, пошли служить именно в морской флот, где предполагалось служение 7 лет? Можно же, да, было выбрать там и 3-5 лет. Господи. Другие. Да, Господи, у меня вот жалко, что я не могу встать. Я бы показал тебе комод, где у меня собраны тельняшки. Сегодня нет ее, так сказать, тельняшки. Но дело в том, что, понимаешь, Лера, я же сродился в селе Богородском, где не было ни электричества, ни радио, ничего. До 14 лет я, как шукшин, при коптилке читал. Но в данном случае братья мои двоюродные, один из них был на Балтике во время войны моряком. И приезжал на побывку. На побывку едет, ну, там, солдат, как раз матрос. Он приезжал в тельняшка. Брюки черные, наглаженные, клеш. Синий воротник Кюйс. Воротник, это Кюйс, вот это, с полосками. Да, пескозырка, патефон и музыка. Я музыку слышал из патефона. И радио же, говорю, не было. Особая романтика образа привлекла. И когда меня распределили, я уже говорил об этом в Саратов, после окончания техникума. Слава Богу, дело в том, что я рожден 4 января. И меня, мой призыв, я не попадал в осенний призыв. Мне не исполнялось 18 лет. Вот такая история. И поэтому мне удалось еще после техникум поработать год в Саратове, в проектном институте. Но так как я там и самодеятельность, и вот, как вы рассказывали, уже в Сороктаж и все прочее. А рядом потом меня призвали, уже исполнялось мне очень, 18-19 почти лет, уже на службу. Волжский райвоенкомат на берегу почти Волги, в Саратове. Комиссия. Дыши туда, дыши туда, та-та-та-та-та-та. В общем, тогда комиссии были жестокие. И ко мне так обращаются. Как ни удивительно, Лера, я тебе вот на «ты», а они ко мне на «бы». Александр Иванович, вы годны во все рода войск, куда бы вы пожелали. В пехоте 3 года службы, в артиллерии 4 года службы, и в военно-морском флоте еще оставалась военная норма. Она буквально полгода посуществовала. 7 лет службы в военно-морском флоте. Куда бы вы пожелали? Я говорю, военно-морской флот. Но кто из молодых вот ребят сейчас подпишется на такой срок? Год, и то уже. Как это год уж. А я на 7 лет абсолютно военно-морской флот. Это воспитание, идеология, время такое? И время вот брат этого, тельняшка, этого романтика. Неужели настойка? И на Тихий океан, во Владивосток, меня в телятничьем вагоне, в Столыпице, на нарах, везли 21 сутки через всю Сибирь, до Абаровск, Новосибирск. В общем, все. И на острове Русском, там со средним образованием, уже была такая школа радиометристов. И меня определили туда, так всех, кто с образованием. Особенно с техническим. И я там тоже опять школу закончил. У меня все пятерки. До сих пор еще корочка лежит этого училища. Ну, все-таки не удалось 7 лет отслужить, да? 2 года и... У меня проблемы. Мы заговорили с тобой в гримуборной моей о нашем родословной. Вот она у меня там вся, рядом с часами, бабушка, мать. У меня отец погиб, как я говорил, в 44-м году. А мать вскоре после войны умерла. Как раз вот я ушел служить, а она была очень больна. И меня по болезни матери через 2 года отпустили. В итоге все же судьба вас заносит в Оренбург. И продолжается здесь карьера, да, актерская. Никогда не жалели, что остались именно в Оренбурге? Ну, наверняка предлагали переехать, сменить место работы, может быть, на более крупный город. Почему все-таки остались? Что здесь делают? Лера, десятки раз мне задавали этот вопрос. Не жалеете ли вы? Я всегда отвечаю. Несмотря на то, что вот я тебе сейчас рассказал о своем детстве трудном. Я говорю всегда, я никогда ни о чем не жалею. Никогда. У меня все случилось. Все нормально. Все хорошо. Но я жалею об одном. Вот этот мой иконостас, который на стенке. Отец 32 года погиб, мать в 39 лет. И только единственная бабушка до 83 дожила. Но они не видели вот этого света, вот этого счастья, которое я испытываю 60 лет, работая в театре. Я не собирался быть актером, абсолютно. Я же говорил тебе. Но судьба как-то меня подтолкнула от чего-то. Ну, это долгий рассказ. А вот этот город вас чем держит? А город, вы знаете, у нас здесь открытый филиал школы-студии МХАТ. И мы с женой, с Леной Федоровной Могильницкой, закончили этот вуз высшее образование. Я получил высшее образование. У меня красный диплом. Все нормально. Ну, но город, конечно же, после я уже играл Ленина молодого, вот, и даже взрослого уже играл, вот. И меня пригласили в Омск, в Омский гадраматический театр. Там ставили спектакль о молодом Ленине Сибирского, когда ему было 23 года, первая ссылка. И я уже дал согласие. Но меня уцепил обком партии. Такая замечательная женщина была, секретарь по идеологии Мария Сергеевна Хромова. Она сказала, как? Александр, не уезжайте. Вы у нас тут получите все. И звание, и все прочее, все. Квартиру тогда же предложили? Да, вот сюда. Вот сюда. Вот. И мы так с женой перебрались. А Лену, между прочим, тоже после заканчанечки. Мы были в Ленинграде на гастролях. И ее пригласили в Театр Ленинского Косомола в Ленинграде. Там, где Товстоногов был тогда главным режиссером. Чем вас это место держит? Почему? Да. Но она уже держалась за меня. А с Еленой Федоровной вы как познакомились? Фу! Я тогда приехал сюда на гастроли с Куйбышевским театром. Я уже знал, что я распределен сюда. И молодым артистам мы месяц играли здесь. И месяц 60-го года. Жара! И, ну, так, мы молодые. Я, так сказать, тоже как-то был, так сказать, загорелый. Потому что на Урале пропадали целый день. Спектакль вечером. И так как-то иду. И вдруг по-советской идет. Волосы. Талия. Сарафанчик розовый в клеточку. Раздуванчик. И так независимо. Вот положил в 60-м году на нее класс. Но кто бы знал, что нас ведет судьба потом в театральные студии, школы-студии МХАТ. А мне не нравится, когда моего мужа называют Чурбана. Конечно, не оскорбление. Это художественный прием. К тому же я его не знаю. Конечно, вы его не знаете. В отличие от вас, он воспитан и добр. А вот сейчас досмотрю танец и отправлюсь к нему. Вот. Что сидит, надо быть рядом с одной партой. Ну, кто бы это знал. Прошло несколько лет, ведь, в общем-то. И вот подише ты на тебя. Так что, вот, свели гнездой. Сейчас 55 лет, как говорится, я снимаюсь. Она со мной, ну, может быть. Ну, и «Золотая свадьба» уже прошла, и дети уже в Москве. Почему вот именно она стала спутницей вашей жизни? Как вы думаете? Она хорошая актриса. Она очень человечный человечек. Очень. Она всегда все в ролях. Даже это на сцене. Она была ведущей актрисой. Молодые роли. Во-первых, у нас был дипломный спектакль «Дурочка» Лопа де Вега. Сто раз прошел в нашем театре аншлагами. Наш дипломный спектакль. Она играла главную роль дурочки. Вот она, кстати, тут есть. Вот. Она идет на портретах. Вот. А я играл там тоже такого, ну, Испания. Ну, я там ведущий, слуга был такой. Ну, разбитной такой, в общем, короче говоря. Вот так мы превосли друг к другу. И так вот. Два кобок. Да. В семье актеров как воспитываются дети? Бывало ли, что приходилось на гастроли брать, ездить вместе, выступать, возможно? Актерское дело наше было чрезвычайно сложное. У нас не оказалось ни у меня, ни родителей, ни ее родители тоже рано поумирали. И нам пришлось ребенка своего уже год и восемь месяцев, а она в Ташкенте с нами на гастролях в Варе. Чебетейка узбекская, сарафанчик, ляночка, бежара. И она, значит, вот, мы так бы звали ее Оренбургская узбечка. Вот. С собой, как вот эту собаку. С собой все до 15 лет, пока она не стала заканчивать школу и выпускные экзамены, вот один год она с нами не поехала так. А так до первого класса, из первого класса на гастроли и всегда жила с нами. Один год, даже уже где-то 14 лет я работала парикмахершей, помощницей парикмахера на гастролях. Так что она объездила всю страну с нами. И вот на Украине, и Карпаты, и Ужгород, и... А в итоге дети какое образование выбрали? Не пошли по СОПАМ? Она была, закончила музучилище, в котором я преподавал мастерство актера. Я аж 40 лет в институте еще работал, Ростроповичей. Ну, тогда это училище, музыкальное училище было. А до этого я 12 лет работал в культпросветучилище. Там режиссерские курсы были, и я там преподавал мастерство актера и режиссу. Вот. И там в общей сложности 52 года. У меня так кажется. Ну, стаж. Я все-таки профессор, не хухры-мухры, как говорится. Ну, вот. И она закончила это. У нее чудный голосок. И она закончила. Но! Вот тут летное училище у нас недалеко было, где Гагарин учился. А там учился один такой курсант. Длинный. В первом взводе всегда возглавляющий этот взвод был. Заприметил нашу, так кажется, красавицу 16-летнюю. И как закончил училище, и убыкнул ее вместе с собой. А он москвич. Он перевелся в воинскую часть под Москвой. Родители. И там они обосновались. А сегодня внуки и правнуки даже, да? В столице? Нет, правнуков пока нет, но внуки в столице. Да, уже работает. Университеты покончали. А внук Александр, он летчик. Он закончил Краснодарское высшее летное училище. Дослужился до старшего лейтенанта и ушел в гражданскую авиацию. И теперь в Домодедово работает летчиком. Красавец, он парень. Такой на меня похожий. Расскажите о ваших жизненных принципах. Что, например, вы бы никогда не стали терпеть? Видишь ли, Лера, я сейчас, к сожалению, это, кстати, возраст мой уже тот, когда у меня за плечами огромная жизненная кинолента. Я вот сейчас ее перелистываю. Я не терплю, прежде всего, предательства. Предание своих идеалов. Но ведь у нас была же великолепная страна. Ей бы развиваться и развиваться. Она имела все, все устои христианские. И все это было предано. Предано. Очень, с моей точки зрения, Я, честно говоря, когда слышу слово Ельцин, и слово Ельцин – центр Свердловский, куда деньги огромные затрачены. И это идолопоклонение разрушителю страны, по сути дела, Горбачеву, по сути дела, предавшему армию, предавшему флот, предавшему весь дружеский союз, который у наших русских по всему миру к нам относились хорошо. Понимаете, я вот за 60 лет объездил всю страну. На гастролях были в Ташкенте, на Кавказе. Мы ездили 60-80 километров в аулы какие-то показывать свои спектакли. И кто-нибудь из местных жителей крикнул нам в наш синенький автобус «Урус, шайтан, убирайся!» Никто. За все 60 лет моей жизни, за 40 лет, сейчас это уже 20 лет, как мы занимаемся глупостью. Развалили страну, и теперь уже сейчас еле-еле ее собираем. Слава Богу, хоть есть руководитель такой, упорный, я имею в виду Владимир Владимирович Путина. Понимаете? Вот это предательство для меня самое страшнейшее дело. Александр Иванович, у вас есть девиз по жизни? Может быть, чего вы придерживаете, да? Какие бы обстоятельства жизненные не случались? Когда-то я зачитывался двумя капитанами Каверина. А там девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Вот девиз. Потому что это действительно, я его читал 12 лет. Вот надо мной. Где военно-морская служба, вот где это все сработало сюда. И вот где это меня подвинуло в актеры. Ну, предлагаю закончить блиц-опросом. Какой бы момент из биографии вы бы пережили снова? «Тихий океан». Какую книгу вы бы посоветовали прочитать всем? «Два капитана Каверина». Какую музыку предпочитаете слушать? Русскую. Народную музыку. Русскую музыку. Недавно я удивился одной фразе Черчилля, Уинстона Черчилля. Он сказал эту фразу не на показ, не перед кем. Эта фраза у него записана в его дневнике, который он написал под старость уже. Этот дневник. И фраза такая. «Я бы всю европейскую культуру отдал бы за одну русскую песню». Черчилль. Какое ваше любимое блюдо? Борщ. Борщ. Вот единственное, что я умею готовить. На что обращаете внимание при знакомстве с человеком? На улыбку. Можете описать себя тремя прилагательными? Вспыльчивый. Легко. Уходящий, возвращающийся и легко сходящийся с людьми. Без чего бы ваша жизнь не имела бы смысла? А вот без всего того, чего я рассказал. На этой ноте предлагаю закончить. Мы были в гостях у Александра Ивановича Попыкина, заслуженного артиста России. Спасибо большое вам за интервью. Еще больше выпусков один из нас смотрите на нашем YouTube-канале ЮТВ Оренбург. И предлагайте своих гостей для нашей передачи. Для этого звоните по номеру телефона 430045. Прощаемся. До скорой встречи. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.